1 факториал, 2 факториал, 3 факториал. Это произведение всех чисел от 1 до 4. 1, 2, 3, 4. Перемножаем, получаем 24. 5 факториал — это произведение до 5. 6 факториал — это, когда умножаешь, еще на 6. 7 факториал — это 5040. Правда? 7 на 700 — это 4, 500. И еще 140. 8 факториал — это, соответственно, 40320. При желании вы можете написать еще несколько чисел. Увидите, что последовательность довольно быстро растет. Любой факториал не проблема найти, если он вам действует. Так вот, давайте сделаем следующее. Будем натуральные числа раскладывать по этим самым материалам. Что это в данном случае означает? Ну, возьмем какое-нибудь побольше число. Например, вот, в котором мы живем сейчас. 2020 год. И что значит жадный алгоритм? Можно взять 40320. Нельзя, слишком большое число. 5040 тоже нельзя. А вот 720, конечно, можно. Сколько раз мы берем число 720? 2. Так и пишем. 2 умножить на 6 факториал. 2 на 720 — 1440. Какое число осталось? Вот если я из числа 2020 вычитаю на 1440, сколько остается? 580. 580. Хорошо. Значит, 720 уже брать нельзя, оно слишком большое. Сколько раз взять 120? 4. 4, совершенно верно. 4 раза берем 5 факториалов. Это, проще говоря, 480. Ну, и здесь уже, ужно совсем просто, здесь получается ответ 100. Хорошо. Когда мы берем 100, какой из факториалов надо взять сколько раз? 120 уже нельзя, слишком большое. Надо брать 24. Сколько раз? 4. 4. Отлично. 4 умножить на 4 факториалов. Так, 24 на 4? 96. Сколько будет? 100 минус 96. 4. Хорошо. 2 раза по 2 факториалов. Правильно. 2 раза по 2 факториалов. Ну и... Да, не буду так сказать, 2 раза по 2 факториалов. Я напишу 0 раз по 3 факториалов. Правда? 2 раза по 2 факториалов. И 0 раз берется 1 факториал. Про число 2020 я объясню. Давайте для краткости записывать это следующим образом. Вот эти числа, потому что факториалы, согласитесь, они и есть факториалы. Да, 1 факториал, 2 факториала и так далее. А вот эти вот выписывают числа. И будем говорить, что число 2020 имеет такую запись. Такую запись имеет 2, 4, 4, 0. Что там дальше? 2 и 0. Идея понятна? Просто иначе вот это занимает только место, все эти факториалы. Давайте распишем числа. Ну вот скажем, число 0. 0, он и есть 0. Число 1. Давайте. Число 2. Это 2 факториала. Это 1, 0. Это 1, 0. Число 3. Что такое? 1, 1. Совершенно верно. Это 2 факториала плюс 1 факториала. Число 4. Это 2 и... 2 и... Ась, подумайте. 4 это 2 умножить на 2 факториала. Плюс 0 умножить... Так что же тут будет как 4? 2, 0. Совершенно верно. 2, 0. Быстро. В своих тетрадях. Сделайте вычисления, ну, хотя бы до 30. Это тоже система счисления. Каждое число довольно понятным образом расслагается по этим факториалам. Александр Васильевич, помните, как умножать в египетской системе счисления? Да, а что? Как умножить в это? Эта система счисления, конечно, крайне трудная для того, чтобы выполнять арифметические действия. Мы с вами еще обсудим, для чего эта система счисления на самом деле годится. Но сначала, пожалуйста, выполните эти вычисления. И сначала потренируйтесь на валютных числах, а потом я, конечно, скажу, почему на самом деле единственным образом в такой системе счисления любое правильное число может быть записано. Но сначала, по-моему, она пишет все правильно. Так, ну давайте посмотрим. 23, это что такое? Это 3 умножить на 3 факториал, то есть 3 на 6, 18. Плюс 2 умножить на 2 факториал, значит плюс 4. 18 плюс 4, 22, еще плюс 1. Что-что, отлично. Спасибо вам большое. Ну, что, по-моему, все хорошо. Это не просто какие-то случайные цифры, а вообще-то здесь более-менее понятно, что происходит. В этой позиции не больше единицы, в этой не больше двойки, в этой не больше тройки. Когда мы дошли до максимального числа, то мы все это перебрасываем в ноль и пишем туда единичку. Идея понятна? А как будет записываться, например, число 48? А очень просто. Двойка умножить на 24, и потом еще 3 нуля. А как будет записываться число, например, 73? Это тройка, два нуля и единица. А что такое 96? Это четверка и три нуля. Замечательно. А как будет записываться число 119? Проверьте, пожалуйста. 4, 3, 2, 1. А как запишется число 120? Это будет единица с четырьмя нулями. Вот давайте, пожалуйста, впишите эти четыре числа еще. И все остальные тоже перепишите. И мне кажется, что уже более-менее понятно, о чем речь. Если вы пишете числа в обычной десятичной системе, между прочим, похожий эффект происходит. Когда все цифры заменяете на нули и увеличиваете количество разряда, спереди приписываете единицу. Вспомните, пожалуйста. Скажем, было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это все цифры. И вдруг получается 10, единица и ноль. То есть самая большая цифра 9. Заменяем ее на ноль. Девятку заменяем на ноль. И зато пишем единицу. И здесь то же самое. Просто разряды здесь не от нуля до девяти. Вот можно писать цифры. А в каждый разряд можно писать переменное какое-то количество. То есть в самый младший разряд 0, 0, 0, 1. Следующий 0, 1 или 2. Следующий от нуля до трех. Следующий от нуля до четырех. В общем, пора писать общую теорему. Любое целое неотрицательное число. То есть 0, 1, 2, 3 и так далее. Целое неотрицательное число. Меньшее. Здесь очень важно, да? Меньшее числа. Н плюс 1 факториал. Единственным образом представимо в виде. Так, теперь вопрос в каком виде. А вот в каком. Какой-то коэффициент умножить на n факториал. Другой коэффициент умножить на n минус 1 факториал. И так далее, и так далее, и так далее. Какой-то коэффициент умножить на 3 факториал. Какой-то коэффициент умножить на 2 факториал. И, наконец, какой-то рефициент умножить на один материал. А n- самое большое n, от 0 до n, то есть любое число. А n-1 не больше, чем n-1. И так далее, и так далее, и так далее. А третье от 0 до 3. А второе у нас не больше 2. И, наконец, а первое, то ли 0, то ли единица. Так, для тех, кто опоздал, давайте я быстренько поясню, о чем вообще. У нас сегодня немножко странная система исчислений. Это система исчисления не по основанию 10, как привыкли, а по факториалу. То есть мы берем числа 1 факториал, 2 факториал и так далее, произведение всех чисел от 1 до n, и пытаемся раскладывать по ним. При этом мы работаем при помощи жадного алгоритма. То есть каждый раз берем наибольший факториал из тех, что можно брать, и с наибольшим возможным коэффициентом. Для маленьких чисел мы проверили, и все было хорошо. Теперь нужно доказать общую теорему. Это на самом деле не сложно. Это совсем не сложно. Только вот что, наверное, важно понимать. Я, когда вот перехожу от числа к следующему, постепенно, увеличиваю на единичку, да, вы смотрите, вот была запись, скажем, 2, 0, стало 2, 1, да, прибавляется единица. Потом происходит перескок на 1, 0, 0. А потом вот эта единица долго-долго не меняется, и тут 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0. Потом, вы сами понимаете, 2, 1, правильно? А потом перейдет перескок. Так вот, для того, чтобы доказать нашу теорему, фактически надо проверить, что у нас с этим перескоком все хорошо. А что значит, что здесь хорошо во время перескока? А очень просто. Вот там вот я вам выписывал, давайте я опять верну, выписывал вам число 119, да, оно записывается так, 4, 3, 2, 1. И число 120, я тоже выписывал. Число 120, это единица с четырьмя нулями. Каждая из этих четырех цифр заменилась на нули. Вот если я это сделаю, то, по сути, все будет сделано. Поскольку все-таки здесь в основном народ совсем из младших классов, давайте я аккуратно сформулирую это в виде отдельной лиммы, эту лимму докажу, и после этого, опять-таки, может быть излишне долго, но для надежности, чтобы все-все поняли, я докажу и эту теорему. Итак, лимма о перескуте, о том, что происходит, когда есть максимально возможные цифры, и мы переходим к следующему числу. Вот смотрите, здесь в теореме как говорим, все числа, меньшие числа n плюс 1 факториала, записываются вот в таком виде, да? Скажите, а какое самое большое число из тех, что записывают в таком виде? Понятно, какое. Надо все ашки взять по максимуму. То есть самое большое число, это n умножить на n факториал, n факториал 1 на 1 факториал. Отлично. Так вот, оказывается, это будет в точности n плюс 1 факториал минус 1. А вот число n плюс 1 факториал уже запишется как единичка и много нулей. Все, поехали писать лямо. Проверяем, когда n равно единице. 1 умножить на 1 факториал, это 1 плюс 1 факториал минус 1. Ну что такое 1 на 1 факториал? Понятно, что это просто 1, да? Это 1 умножить на 1. А n что такое? Это 2 факториала, то есть 2. И здесь минус 1. Ну, получилось. 1 это 2 минус 1. Теперь самое интересное. Переход. Переход, да, это вот что такое. Представьте себе, что для некоторого, некоторого, это в смысле английского артикля n, для какого-то, да? что не для всех, а вот для какого-то конкретного. Пусть для некоторого n вот верна вот эта формула, да? Вот эта формула верна. Тогда, а тогда уже простая вещь. Надо посмотреть, что будет для n плюс 1. Поехали. Для n плюс 1 будет на самом деле то же самое, только на одно слагаемое лучше. Это вот первое всё идёт, идёт, идёт. n умножить на n факториала тоже идёт. И ещё добавилось произведение n плюс 1 и n плюс 1 факториала. Ну, собственно, так всегда по индукции делают, да? У нас вот слагаемое, и мы их сумму по предположению индукции знаем. Их сумма – это n плюс 1 факториал, минус 1. А ещё есть n плюс 1 умножить на n плюс 1 факториала. Если кто-то из вас сейчас не понимает, что такое индукция, в самых разных задачах индукция используется, поэтому, пожалуйста, это обязательно надо узнать. Это метод рассуждения от маленьких чисел к следующим, да? Вот мы предположили, что для некоторого числа у нас уже сделано. Делаем следующий шаг. n плюс 1 факториал. Переставляем, слагаем. И минус 1 напишем в конец формы. Теперь выносим n плюс 1 факториал за скобку. n плюс 1 факториал. Что становится в скобке? От этого осталось единица, а от этого осталось n плюс 1. Хорошо. Вот. И здесь минус 1. А теперь смотрите. 1 плюс n плюс 1 – это n плюс 2. n плюс 2 умножить на n плюс 1 факториал. Это по определению n плюс 2 факториал. Ну и минус 1 как раз. Вот. Вот это стандартное, абсолютно понятное доказательство. То есть, если вы, в принципе, принимаете индукции, переход от меньших чисел к большему, то, конечно, это тоже. Ремку доказали? Да. Доказали. Что сейчас фактически нужно сделать? Это очень простая вещь. Чтобы доказать теорему, я показываю ее, любое целое число, меньше этого числа, единственного опуса предстает в таком виде. На самом деле нужно сделать две вещи. Единственность доказать и доказать существование. Правильно? Повторяю. Что у нас есть? Теорема, утверждающая, что разложение единственное и что оно существует. На самом деле, и то, и то здесь фактически очевидно. Давайте я, что называется, старательно запишу оба доказательства. Пожалуй, начну с более даже скучного, а именно с доказательства единственности. А потом существование, оно совсем пустое и оно, пожалуй, более понятно. Итак, что значит единственность? Пусть какое-то число представлено двумя способами. Представьте себе, у вас есть какое-то число, которое по этой формуле представлено и по этой же формуле, но с какими-то другими коэффициентами. Поехали. Число х какое-то. Представьте себе, удалось записать двумя способами. То есть, то, что называется методопротивно. Мы предположим, что нет единственности, и вот что на самом деле у нас удалось записать так. А второе множество, два факториала. Я, можно не буду выписывать эти условия, вот это не нравится. Считается, что все их здесь видят. И другой способ. П-шли. Какие-то другие, может быть, какие-то и не совпадут, может быть, какие-то и не совпадут, но важно, чтобы не все совпали. Какой-то другой способ. Представление. Так, здесь будет не А, а здесь будет Б. Б третье, Б второе, да, и Б первое. Считается, что Б удовлетворяют таким же неравенствам. То есть, Бн от 0 до Н, Бн от 0 до Н и так далее. Ребята, если у нас АН равно БН, АН-1, БН и так далее, то это называется одно и то же разложение. Значит, где-то коэффициенты должны отличаться. Если вот эти вот коэффициенты равны, то мы можем просто выбросить и перейти от Н к Н-1, поэтому это неинтересно. Интересно, когда неравны. Когда есть какое-то место, где неравны, да? И вот отбросив первоначально, где равны, можно спокойно считать, что, например, АН меньше, чем БН. Нормально? Нормально. И вот сейчас я объясню, почему очевидным образом у нас в таком случае возникает противоречие. Смотрите. Вот у нас число Х имеет вот такой вид. Согласны? Так вот, я сейчас пишу следующую штуку. Я все вот эти вот Ашки, кроме АН, заменю на максимально возможную величину. Смотрите. АН я не меняю, а дальше вместо АН-1 я пишу Н-1. Вместо АН-2 я пишу Н-2. И так далее, и так далее. Вместо А3 я пишу 3-ку. Вместо А2-2. Вместо А1-2. я пишу Е1-2. Господа, понятно, что это неравенство выполнено. Потому что я АН не изменил, а все остальные взял по максимуму. А вот теперь вспоминаем лему. Когда написано до Н, то здесь Н-1 факториал. А когда будет написано, то Н-1. То здесь будет что? Н-1 факториал плюс Н. Н-1 плюс 1 это сколько? Н. Будет Н факториал минус 1. Значит, ребята, вот это по лемме это Н-1. Поняли все? Это в точности наша лемма только не для Н, а для Н-1. И значит, я могу написать, что это у нас равно АН умножить на Н-1, плюс Н факториал минус 1. Хорошо? А вот теперь смотрите, какая история. Это меньше, не меньше или равно, а меньше, чем АН умножить на Н факториал плюс Н факториал. А что это такое? Это очень просто. Это АН плюс 1 умножить на Н факториал. Н факториал Я сейчас останавливаюсь на секунду, для того, чтобы просто все переписали.